Вернись назад. И оттуда беги, где холодно застал тебя. Пурашку сними и бегом. Спортсмен. Рукавый. Так, маленько, сдайте очередь. Боже, милостью будем негрешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Вячеславе согрешил Господи. Прости меня грешно, помилуй и благослови. Освяти дары, которые дарит нам Твоя Десяница, Божий Всемогущий. Ты дал повеление земле, чтобы она родила плод полезный для человека. Дабы человек славил Тебя. Благодарим Тебя за этот край, за эту свободу. Как много Ты даровал нам. Какое мирное время. Какая подородная земля и прекрасная вода. И чистый воздух. Посети больных, парализованных, слепых, которые не видят этой красоты. Утешивших Твоим присутствием, Божий Всемогущий. Наполни сердце великой благодарностью Тебе, которые открывают новое благодеяние от Тебя. Посети плененных, погибающих, казнимых, преследуемых за слово Твое. Ибо приближается последний час жизни на земле. Научи нас бодрствовать, хранить себя от всякого греха. Дорожить временем, ибо дни лукавы. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сейчас зашел, вижу, ребятишки бегают. Мы пришли с озера, работали. Видно, рабаха не того цвета. Вот я показываю, мы работали с Владимиром. У меня майка, рубаха плотная. Гомоноку, все насквозь потом промокшее. И мокрые часы. Мокрый компьютер. Как будто бедро опустили его. А вот Владимир, он крайне большой, который, Галендухинка. Он удивляется, как ваш мотор работает. Я говорю, скоро месяц, как я здесь. Первые дни я кое-как добреду до дома. Только бы не показать, что сердце останавливается. Мотор задыхается. Приду, хватаю воздух. Старая березовка, там, смотреть на него, как сыворотка. Маленько соды брошу, с медом. Расхожусь, начинаешь молиться. Один, поклон, два, дальше правила исполнил. Уже дышать легче. А на постель сунулся и не закрылся, уже сил не хватает. И какая радостная жизнь. Месяц прошел, я сегодня практически один отдых только был. Остановились. Непрерывно пилить пилой. Непрерывно. Сколько деревьев повалили, которые сорные ушли. Владимир, он удивляется. Он мне, говорит, со своими разговаривал, говорил, а я даже не удивляюсь. Это благодать Божия. С утра до вечера в труде. Все, что мы здесь имеем, это наше. Этот шифер покупали, все. И вот подошел сейчас, тут играют. Играет с этой стороны Кирилл Большой. Вот это вот стол. Он играет стол. Вот в стороне лежит вот такая. Там черная земля. Тут вот такая ванночка наша. Неужели бы взрослых никого нет? Не видишь, что оно хрупкое. У нас сколько таких уже сломали. Кирилл, он остановился. Я не видел. Не заметил. Он не заметил. Под ногами желтое. Желтое с черным. Почему девчата так делают? Чтобы она, говорится, отсеняла. Желтое и черное. Они резко бросаются в глаза. Не видал? А этот. Степа, выйди. С кем ты сидел? Второй с ним, с тобой разом. Ну-ка, выйди сюда. Дорогой юноша. Они вот так сидят на этой скамейке. И перед ним вот так вот лежит это. Я думал, он сейчас скажет, не заметил. Я к нему подсел и говорю, Степа. Ну, он играл, мог заиграться. Глазами смотрит на шарик. Ну, это-то, ты видел? Сначала пузырем надуваться. А другого пузырем обзывают. И вот начал воздух глотать. Что же он скажет сейчас? Думаю, скажет, не заметил. Не заметил. Как это не заметить? Ты сидишь. Ну-ка, наклонись. Вот как сидеть. Тебе ничего не надо. Перед глазами. Вранье. Вранье на каждом шагу. Этот сидит. Это что ответил? Ты что ответил? Что сказал? Я видел. Не пойму. Видел? Он говорит, я ее видел, но не поднял. Ну, как не поднять, когда наша? Она хрупкая. Баночки вот это лежит. Я сейчас баночки теряю. Одну принесу, другую кошкам нет. Баночка лежит на земле. Никто ничего не поднимет. Что это за поколение такое? Понимаете, мы маленькую железку искали на поле. Тракторист потерял в прошлом году. Рассыпались цепи ученики, вот эти все, лагерные. И смотрели, шли. А диск, диск отвалился, он лучевал. И мы нашли ее. Галина Александровна первая нашла. Подняла ее вот так, как победное знамя. И несла. И все встречали ее с победой. Глаза стоят такая. А ты не видел. Она в стороне, далеко увидела она лежит. Мы друг от друга далеко шли, чтобы все пространство захватить на поле. Ты же соврал, что не видел. Маленький рассказ. Вы знаете, сколько у Брежнева было телохранителей? Ну, примерно кто-нибудь. Назови, ты все знаешь. Давай, Виталий, соври. Ну, 30. Сколько? 30. 30? Да. 750. Сбрехал, опять же. 750. У Рейгана 1500. Никаких знаний вообще нет. О чем бы ни спросил, ничего не знает. Никита знает. Ну, Никита, ты это знал, нет? Нет, конечно. Ну, не знал, но многое знает. Представь себе. И не могут уберечь. Когда Кеннеди, Фиджерала убили, Джона Кеннеди, там было у них только, кажется, 3 или 5 тысяч. И не уберегли. Почему напрасно бодрствует страж? Я говорю, что Господь не охранит его. Напрасно. И вот столько людей, которые ничем не занимаются. Они все время тренируются. Вперед! Она не слышал. Сегодня меня искали. Очень сильный. Максим, где пояс? Говори. Какую? Лобанова, Сеня. Так, одна минута. Мы стоим на молитве. Быстро. Алло. Привет. Я просил всех крещать, что телефон когда говорит. И они в хором крещат. Здорово так. Как уедут, кто мне крещать будет? Сегодня звонили, звонили. Устали звонить на кого-то выше на этого. Вот он на Никиту. Никита бежит, мне говорит, там звонят. Прокуратура ищет. Следователь сказать правильно. Так, все, прощайся. Пока, мам. Пока. Ну хорошо. Нас никто охранять не будет, кроме Бога. Настройте свой ум. Все наше вокруг. И то, что вы топчетесь, выход один. Они не видят. Закрыть на замок сегодня. И они увидят. Сейчас только поедете, и комната отдыха закрывается на замок. И вы знаете, за счет, за то, что ломается, топчется. Вы могли показать, как кащаться? Лежу, а это разворачивается. Эта веревка очень крепкая, хорошая, но она и стирается. Альпийская веревка для альпинистов она сделана. Новенькие могли показать, как? Свободу нарушают. Вы их введите в этот курс, чтобы они радовались. Человеку, ребенку надо показать границы дозволенного. И дальше не строжиться, если он исполняет. Дайте ему свободу. Но свободу в рамках закона. Тогда будет этот примерный гражданин. Настоящий христианин. Так, слушай внимательно. Ты хоть не все понимаешь, но все равно. Что за тебя коснется? Мы сегодня работали. И мне уже говорят, это же для будущего. Конечно, меня не будет. Память остается. Самое красивое озеро, которое здесь будет. Только въехать туда. И одна сторона, одни березы. С другой стороны, одни осины. А третье еще непонятно будет с чем. Там смешанный лес какой-то. Это все надо сделать. Если дождя не будет, опустятся грунтовые воды, сможем загнать туда бульдозер. И будет новое озеро. Южный называется. И мы там пропадаем. И Бог дает здоровье, дает счастье в работе. Вам все абсолютно Господь открывает здесь. Вот я вижу, некоторые повторяют одну и ту же ошибку. Все время. Вам зачем? Это я столько раз говорил. Я сегодня долго размышлял об одном юноше. Отроки, так сказать. Родители не видят, что делается. Если человек ни о ком не заботится, растет не эгоист. Не просто эгоист. Это презритель. Понимаете, закопанный талант влечет в того, что свяжите по рукам и ногам. Они ему не нужны. Руки не подавали милости. Ногами не ходил помогать. Свяжите его, чтобы он не думал, что свободны. И выброси во тьму внешнюю. Есть внутренняя тьма, которой ты себе уже в дорогу уготовил. А там внешняя тьма. Никто никого не видит. Во тьме только крики слышны. Воды, воды, воды. Думайте об этом, если вера в вас есть. Андрюша, ты чем угодно будешь заниматься. Веры совсем нет у парня. У нас был в прошлом году один Паша. Какой-то Майгадыр или что-то там. Майборода. Ну ладно. Вот так. Вы, ребята, приехали сюда не только отдохнуть, но и многому научиться. Поэтому приглядывайтесь. У нас нету здесь, а вы посмотрите, как все устроено. Какое все бедное. Бедное. Но все это своими руками. И в этой бедности научитесь иметь радость. Чтобы вы приехали и сказали. Я был в большой бедности. Вы знаете, Светлана Копылова поет такое стихотворение. Я его в прозе скажу. Отец разбогател и решил сыну показать, родные там живут. И показать, как они бедно живут. Ну и сын у них погасил. И когда вернулся, это кто-то идет, кто-то едет. Обязательно даже. Пришел, помните, кто слышал это песнопение. И когда вернулся, сын, ну и как, сынок? Папа, ты говорил, мы богатые. У нас какие-то огни в саду. А у них звезды. Сын-то увидел, где жив. Ты говорил, у нас большой бассейн. А я был у них, там море рядом. Наш бассейн совсем маленький. И что бы отец ему ни говорил, а он увидел другое. Что они бедные, несчастные. Он увидел Божью красоту. И в сравнении с нею, то, что этот человек наворовал или заработал, пустяки. И это все стихотворная форма. И знаете, как она поет и играет прекрасно. И отец так и сел. Олигарх этот. Сын-то увидал, мы беднее бедных живем. Но мы вот опять тянешь губы-то. Зачем ты его ворачиваешь? Это уже привычка пришла. Не выворачивай. Красивое лицо испортишь. Мускулы застынут, и от какой рот будет кособокие. Я уже не раз говорил. И не поймешь глаза туда, а рот туда. И глаза в разбежку на 13 сантиметров. Научитесь видеть то, что нас окружает. Мы уходим, вас не видим. Так, выйди сюда. Игнатий Тихонович. Нам сегодня, мы работали там, где парник с помидорами подвязан. Да. И там работы есть еще. И нужно ее сделать сегодня. Если мы сегодня будем работать после обеда, мы в понедельник не будем работать, да? Конечно. Такой закон у нас. Если после обеда у нас отдыхают, а кто-то работал, то он на следующий день, это время. Но условия на это есть, чтобы ты к рабочим нигде не подходила. Вон, привезли на тракторе и притащили машину. Романа, наверное, привезли. Романа. Так, дети, платочки покажите. Платочки. Покажите. Платочки у всех есть? Что тебе плохо? Давайте. Давай, Максим. Молодец. Что? Не видел он еще? Ну, плохо. Нет, плохо говорит. Не понял. Плохо ему говорит. Плохо. А что? Плохо вижу. Плохо вижу. Плохо вижу? Плохо вижу? Пусти, подожди. Возьми его потихоньку. Воды надо дать или еще. Такого у нас не было. Плитой воды, Никит. Держи его. Может, он на солнце был? На солнце состояние. Водички дайте. Водички, быстрее. Так.